Привет, друзья! Снова с вами международный гроссмейстер Роман Ивичкин. Сейчас покажу очередную памятную партию, снова сыгранную в защите каракан. Краткая предыстория. В 2003 году я на Аэрофлоат Опене в турнире выполнил первый гроссмейстерский балл. Достаточно поздно, конечно, по современным меркам особенно. То есть мне было уже 30 лет. Но потом баллы долго не покорялись, хотя я очень хотел их выполнить. И вот в 2004 году, после турнира, открытого турнира в Сухуми, в котором первое место занял Сергей Вокарев, во второе или третье... Нет, первое место занял даже не Сергей Вокарев. Вокарев тогда занял второе, я третье место. Важно, что мы с ним поехали на турниры в Алушту. Круговые турниры. И вот в первом турнире я проиграл первые две партии. И, конечно, вот следующая встреча, которую я выиграл, и потом мне удалось собраться, и более того, там был круговик 16 человек, показать отличные результаты, и даже выполнить гроссмейстерский балл. В третьем туре, в общем, партия была очень важной. Я играл черными. И так как первые две партии проиграл, мой противник считал, что я приехал отдыхать, предложил мне после дебюта, ну, на выходе из дебюта, ничью. Но мне удалось заставить себя и взяться, в общем, и создать очень неплохую, как мне кажется, партию. Значит, с которой сейчас вас познакомлю. Защита каракан. Классический вариант. Время играть конь f6 еще не пришло, и на этом турнире оно так и не наступило, если мне не изменяет память. То есть, конь f6, конь бьет f6, gf. Я люблю играть, когда мне необходима победа. Вот здесь тоже была необходима победа, но сжигать совсем уж мосты за собой не хотелось. Здесь белые избрали такой коварный ход бронштейна, который потом применял фишер, конь c5. Считается, что самым точным ответом здесь является ответ Дреева, конь d7, жертва пешки. После конь бьет b7, fc7. Черные эту пешку отыграют. Ну или ладья d8 сначала. Слон d3, e6. Удержать пешку c5 очень тяжело. Хода b4 нету из-за ферзь e5 шах. А это значит, что у черных очень удобное развитие. Владение единственной открытой линией. Короля, конечно, они успеют увезти из центра. На мой взгляд, вот эта линия действительно самая неприятная для белых. Но мне казалось, что игра слишком сильно упрощается. Я хотелось посложнее. Посложнее, конечно, это два хода. b6 или e5. После e5 конь бьет b7. У черных два интересных ответа. Ферзь e7 и ферзь b6. В обоих случаях белым надо реагировать достаточно четко. Но, тем не менее, характер пешечной структуры в обоих этих вариантах несколько подозрительный. То есть у черных слабые пешки a7, c6, d4 образуются. У белых же слабостей нету. Ход b6. У хода b6 есть свои плюсы и есть свои минусы. Плюс сохраняются все фигуры. Обязательно приведу как-нибудь свое поражение от Александра Николаевича Ластина, в которой я сыграл ферзь c7 или ферзь b6. Но не важно. В общем, да, ферзь c7. И после слон d3, слон бьет d3, конь бьет d3. Белые потихонечку оккупировали пункт e5. И очень здорово меня переиграли. Это было, кстати, как раз на турнире, на командном чемпионате страны 1996 года в Азове. То есть где мне достался приз за лучшую партию. Но мне, кстати, тоже удалось потом в этом варианте белыми обыграть очень сильного шахматиста Алексея Корнева. Тоже на турнире, из которого одна партия уже прокомментирована. Это финал Кубка России 2002 года. Этим вариантом белыми удалось обыграть. А в 2004 году я играл против мастера Фиде. Фамилии Парамонов. И сыграл здесь b6. Помню, что очень важно не дать белым захватить пункт e5. Значит, теперь белые не успели сыграть слон d3. Потому что черные просто возьмут на d3. И нельзя бить конем, висит пешка на d4. А также нельзя бить ферзем, висит конь на цепи. Поэтому белые вынуждены уводить коня на b3. После чего пункт e5 им захватить не так-то просто. Черные уверенно его прикроют. Конь был развит на e7 в первую очередь для того, чтобы его случайно в слон g5 не связали. Пешка на h6 пошла для того, чтобы после не считаться сходом в коне h4. В этом случае белые получали преимущество двух слонов. При этом слон g2 достаточно неприятное воздействие на ферзевый фланг черных оказывает. В общем, удалось получить то, что хотелось. Белые борются за центр. Черные гармонично расположили свои фигурки. Закончили развитие. Угрожает c5. От этого мы защищаемся. И удалось придумать такую достаточно хитрую, на мой взгляд, и коварную ловушку, в которую мой противник попался. Значит, белым надо поставить ладьи, скорее всего, на c1 и на d1. После естественного хода ладья c1. Ну, точнее было начать все-таки с ладья fd1. Или, может быть, даже наплевать на предоставление пункта d5 в руки черных, сыграть c5. Ну, эти варианты для тех, кто хочет более углубленно изучить данную схему на основе этой партии. И они, конечно, будут в файлике, ссылку на скачивание которого я обязательно прикреплю внизу ролика. А после ладья c1, неожиданный ход ферзь a6. Во-первых, мы не даем пешке d на d5 встать. Во-вторых, в каких-то вариантах наш коль хочет пойти на d5. В-третьих, связана пешка c, уже с ходом c5 не надо считаться. А в-четвертых, во что мой противник не поверил, ему надо было поверить и сыграть a3, черные решили взять на a2. Во-вторых, конечно, такие пешки брать, ну, очень часто взятие таких пешек сродни такому самоубийству. Потому что ферзя можно и не спасти. Но мне удалось посчитать достаточно далеко и убедиться, что лишняя пешка остается. Висит конь, на ладья c3 последует ферзь a6, ферзь убежала, пешка осталась. А после хода конь c5, конечно, черные бьют не bc. После bc-bc белая ладья вторгается в обжорный ряд и у них шансы как минимум не хуже. А бьют конем и выигрывают еще одну пешку. Вот на этом мои расчеты закончились. Коварство неимоверное, у черных две лишние пешки. Конечно, белая за счет активности одну из них отыграют, скорее всего. Но вторая-то останется. И это, конечно, подтолкнуло меня к взятию на a2. Белые теперь пытаются как-то создать давление на пешку a7. Вообще их тоже можно понять. У них есть желание отнять пешки a7, c5 и c6. У черных три слабые пешки. Если все белые заберут хотя бы две из них, а одну разменяют, у них будет отдаленная проходная пешка c. Поэтому черным тоже надо действовать достаточно энергично. И уж во всяком случае линию d захватить они обязаны. Ну, я это и сделал. После ферзи e3 пешка c5 висит. Но белые совсем забыли про пешку b2. Конечно же, если черные взяли пешку на a2, то на b2 они просто обязаны есть. Белые ответили, ферзь бьет c5, висит на a7. И кажется, что может на секунду создаться впечатление, что белые преуспели. То есть сейчас они съедят на a7, потом надавят на c6. Активность в них остается. Но вот сейчас на c6 бить нельзя. Потому что следует неожиданный вот такой удар. И у черных осталась отдаленная проходная пешка a. А пешка c4 надежно заблокирована. Вместо этого белые решили сначала отогнать черного ферзи. Пользуясь тем, что на b6 он отойти не может. На ферзь b7 они заготовили страшной силы ход конь d4. Напали на f5 и на c6. И выглядит внешне, что у белых полный порядок. Они очень активны. Одну пешку уже отыграли. Нет, не отыграли. Разменяли только. Да, они без двух пешек. Но на a7 и на c6 висит. Разменяли. Пешку b2 на пешку c5. После конь d4, если конь влезет на c6, он автоматически парализует работу обеих ладей черных. Но мне удалось подметить один небольшой тактический нюанс. Слабость первой горизонтали. Ну и естественно, небольшая комбинация. Форсированно заканчивает партию победы черных. Ферзь бьет a2. Белые вынуждены брать, иначе они без ладьи. Теперь они обязаны играть слон f1. Угрожает ладья бьет f1 мат. У них нет другой защиты от мата на f1, кроме как конь d2. Этого защитника тут же черные хотят срубить не участвовавшие в игре до этого ладьей. Угрожает ладья бьет d2. И ладья бьет f1 мат. Белые просто вынуждены ввести ладью на a1. И после ладья бьет d2, ладья a1. Мата на f1 не получилось. Но слон бьет f1. У черных две фигуры и ладья за ферзя. А это значит, что партия закончилась по сути. Несколько необязательных ходов. Угрожает слон f3 мат. Напали на ладью d1. Теперь сделали вилку на слона c4 и ладью d2. Не позволяя дать шаг на d1. Который последовал бы в ответ на ферзь c3. Но после коня e5 черные и на c4 защитили. И на d2 тоже защитили. А это значит, что слон, конь, ладья и три пешки в ближайшее время одолеют белого ферзя. И, в общем, белые признали свое поражение. Я пока еще не начал записывать, но обязательно запишу про памятный турнир. Аэрофлот 2006, как я уже обещал. Единственное, я подумал, что нет смысла грузить вас полутора-двухчасовым видео. Скорее всего, я буду записывать ролики. Значит, вступление с первым туром. Потом предыстория, как я готовился ко второму. Что в нем происходило, концовочка, свои впечатления от второго тура и так далее. То есть, небольшой анонс. Буду записывать про турнир, но не в виде целого здоровенного файла, который вам лениво будет смотреть. А в виде серий, связанных между собой, коротких роликов. Все. Начну, видимо, с завтрашнего дня, сразу, как только прилечу. Прилечу туда, куда лечу. На этом с вами попрощаюсь. С вами был международный гроссмейстер Роман Ивечкин. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки и так далее. Подписывайтесь, ставьте лайки и так далее.